В ноябре в Донецкой Народной Республике стартовала акция «Письма на фронт». Дети всего Донбасса отправляют поделки, сделанные своими руками. И, конечно же, самые теплые слова защитникам Донецкой Народной Республики. Сегодня такая акция прошла в Донецком дворце культуры имени Куйбышева. Дети торжественно передали письма представителям военных подразделений ДНР. Наша Кристина тоже приготовила стих вот такой вот адресный для наших защитников. Пожалуйста. Я родилась в Донецке, тут же я росла. Исполнилась мне 10 и началась война. Летели и взрывали снаряды за окном, и все вокруг орело в городе родном. Орелали елку на добром заводе, хорошие дяди, веселые тети. А елка лесная осталась живая. При поддержке Министерства образования, а также благодаря первой концертной бригаде, письма дойдут до адресата. Дети всей Донецкой Народной Республики вложили свое тепло в эти подарки и поздравления. Представители подразделений были тронуты сувенирами, а больше всего – словами, которые согревают душу и дарят надежду. Получать письма бойцам – всегда приятная процедура. А если это еще письма от наших детей, я думаю, это вдвойне приятно получить на Новый год. На ваши бойцы впервые будут получать такие письма? Да, да. Это будет впервые. Волнительно для всех, и для нас, и для них, я думаю, будет. Эмоции, конечно, переполняют. Сегодня целый день мы ездим по школам, общаемся с детьми. Нам передают подарки для воинских подразделений. Все это от чистого сердца. Забавные, милые игрушки, печеньки, сделанные самими детьми, письма. Но тут во время поздравлений самое сложное было – сдержать эмоции. Потому что, ну, все равно не переполняют. Когда дети читают стихи, тогда искренне так видно, что это от сердца, от души. Мы со своей стороны передадим все это войска. Каждое письмо дойдет до адресатора. Чего бы хотелось пожелать жителям Донецкой Народной Республики? Ну, главное – это мира, чистого неба. Ну, и мы победим. Также ребята передали подарки для подразделения Моторолы. А вот это вот письмо вашему отряду. Я написала, в моей школе написали поздравительное письмо Мотороле. Что я написала вам счастье, здоровье, чтобы вы поскорее вернулись в свои семьи и были счастливы. Спасибо. Мы были только что на утреннике в 29-й школе. И дети изготовили своими руками вот эти чудесные подарки, написали открытки, письма. И вот эту ёлочку сделал мальчик по имени Арсений и просил передать своему тёске. Поэтому поздравляем с Новым годом, вручаем подарки, как и обещали ребятам. Поэтому это всё бойцам раздадите, которые на позиции. Командир батальона Моторола со своими помощниками поблагодарил детишек и порадовал их сладкими подарками. Детям хочу сказать большое спасибо. Поздравить всех своих сослуживцев, всех своих ребят и тех ребят, которые находятся на передовых позициях по всей протяжённости фронта. Хочу пожелать удачи, поздравить их с наступающим Новым годом. И пожелать, что 2015 год, чтобы был для нас, для всех побед. И мы вышли на административные границы. И повостью ДНР была наша. Накануне Нового года наши защитники, как никто, нуждаются в нашей поддержке. Мы сердечно поздравляем их с наступающими новогодними праздниками и даём установку. Оставайтесь целыми и невредимыми. Дорогие наши папы, братья, сыновья. Спасибо за то, что защищаете нас и наши семьи. Маргарита Миронюк, Дмитрий Русский. Специально для Новороссия ТВ. Специально для Новороссия ТВ.